После объявления президентом России частичной мобилизации в Казахстан неуклонно прибывают граждане соседнего государства. Только в нашей области за последние пять дней зарегистрировано 2000 россиян. Особенно большой наплыв в Уральске, где жилье для аренды становится все меньше, для прибывающих ищут альтернативные места размещения. В одном из таких побывала наша съемочная группа. Олег Алехин приехал в Уральск с семьей отдыхать. Якобы отдыхать. Понятно, что цель мужчины совершенно другая и о ней в последнее время только и говорят. Родом Олег из Старого Оскола, что граничит с Белгородом, который в свою очередь совсем близко к Украине. Там он и встретил новости о частичной мобилизации, а дальше чемодан, вокзал, долгожданные ожидания на границе и Уральск. Вместе с женой и двумя детьми Олег Алехин разместился в детском лагере Атамикен. Об этом месте узнал в телеграм-канале. Радушием казахстанцев мужчина был, мягко говоря, поражен. Дело в том, что я работаю учителем, и там немножечко отодвинули, то есть берут там работяг в основном, учителей немножко отодвинули, но уже звоночки пошли, о том, что и учителей начали забирать. Соответственно, это тоже был такой звоночек, что надо поторопиться все равно. А семьи вы все приехали? Там никого не наставили? Моя вся семья, да. То есть родные без меня не могут, но я без них, соответственно. Вот. Потому что на границе, получается, город мой там недалеко от Белгорода, а Белгород граничит с Украиной. Вот. И мы слышали тоже там громыхания всякие. Они, власти немножко завуалированы, говорим, но мы понимаем, о чем идет речь, и чем это может все закончиться. А Сергей отказался называть свою фамилию и предпочел скрыть лицо. Все потому, что мужчина прямо заявляет о причине, по которой пришлось оставить родину и отправиться на чужбину. Многие думают то, что мы дезертиры, парни, да, сейчас все понимают, что парни уезжают в основном. Думают, что мы боимся чего-то. Ну, не бояться совсем, это, конечно, тоже глупо говорить. Мы боимся, но в первую очередь мы, наверное, боимся за свою семью. Потому что, ну, процентов 80, вот с кем я вижусь, люди встречаю, такие же, как я, у них семья дома осталась. И одно дело, когда ты воюешь, да, там, за свою семью, умираешь, я думаю, это как оправдано все. А другое дело, когда вас просто используют как, ну, пушечное мясо, как у нас принято говорить. Сергей оставил супругу в Самарской области, а сам, не раздумывая, двинулся в Уральск. О дальнейших планах он говорит с неохотой, поскольку предыдущие были разрушены частичной мобилизацией, а нынешних пока не составил. При этом мужчина счастливчик, ведь работает на удаленке. Между тем, таких же, как и он, одиноких или с семьями в детском лагере немало. Уезжают одни, приезжают другие. По сути, Атамикен – это перевалочный пункт для путников из России. Лагерь рассчитан на 200 мест. За выходные здесь побывало 126 человек. Люди приезжают и уезжают в основном. Некоторые остаются. Из числа приезжающих большинство – это мужчины от 20 до 35 лет. Правда, есть и семейные. На данный момент проживает около 70 человек. Кто-то поедет дальше, кто-то остается и будет искать работу. Что касается цен, то мы берем 2000 тенге с человека за сутки, плюс 3000 за питание. Итого 5000 тенге получается. Между тем, пересечь границу и оказаться в безопасной стране – это только начало для россиян. В Казахстане им важно пройти регистрацию в ЦОНИ, а тем, кто планирует остаться, получить ИИН. Причем регистрация – это ответственность не только прибывших россиян, но и казахстанцев, которые их приютили. К слову, учреждения работают не только в Уральске, но и во всех районных центрах. Также мы разъясняем российским гражданам о том, что с момента пересечения государственной границы они должны уведомить на сайте vmp.gov.kz о факте пересечения границы, где они могут сделать это 24 на 7, не приходя в Центр обслуживания населения. Центр обслуживания населения у нас работает с 9 до 8 часов вечера, а также в субботу с 9 до часа времени. То есть мы полностью окажем государственные услуги как и гражданам соседних государств, так и гражданам Республики Казахстан. Между тем, на сегодняшний день на территории области зарегистрировано 12 265 россиян. Из них более 300 человек прошли регистрацию только за последние сутки. Субтитры создавал DimaTorzok